здорово мужики пристроился тут за бмвшником короче сейчас возможно будет интересное видео а возможно и нет я не знаю у бмвшника кстати ханадышку походу сизый дым и жуткий запах сгоревшего масла вот сейчас возможно будет интересный видос второй день сезона сейчас и короче говоря мне я сейчас гараже ну вернее уже из гаража выкатил мотоцикл завел прогреваю звонит короче знакомый ну товарищ мы ему мотику покупали вход мотин вот звонит говорит мотик не заводится тип он находится в королеве мотик не заводится крутит но не схватывает я так понял уже и перестает крутить и короче говорит я взял с собой инструменты провода для прикуривания и поеду сейчас может быть чем получится разрулить на месте а если нет возможно вернусь на фургоне мотик валит привод стараюсь ехать а очень аккуратно получается это с трудом потому что мотик валит и прет если вы так сказать понимаете о чем я но стараюсь ехать аккуратно пропускают все кстати нормально прям типа по всей видимости боятся просто идиота на красном быстром мотоцикле поэтому пропускают нормально я тоже сейчас еду блин особенно на фургоне сейчас все повылазили уже принципе но много народу катает еду на фургоне и блин стрёмно стрёмно зимой ехал было проще намного сейчас перестраиваться блин чтобы приходится в два раза дольше смотреть зеркала кстати вот чуваки мотоциклисты блин реально когда мотик ну короче мертвая зона нормально такая вот у моего фургона прям вообще нормальная мертвая зона так что учитывайте это реально недавно ехал мотик я у просто тупо не увидел у меня немного ограничено движение головой сейчас потому что во первых я простудил спину второй раз за две недели это вообще смех но факт вот в крайнее положение больно крутить голову немного и во вторых у меня сейчас еще один осложняющий фактор для езды я в новом шлеме решил открыть сезон в новом уже шлеме все-таки вот это как бы непривычно агв шлем внутреннее стекло ебаный в рот блять ты еще речь это остановить как сказать искажает стекло внутреннее и внешнее по-другому чем моем старом шлеме каверк поэтому это усложняющий сейчас фактор как будто ну знаете как будто я в очках то не хожу как бы зрение тьфу 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 более-менее и это как будто очки отделал всем привет ну так блин конечно успела сходить а столка чаю попробуют самотолкнуть столько чего завести а ну в итоге ничего я его только прикольно чего давай прикуривать нет сейчас ты проедешься он зарядится если одну не пять минут поездка ты покатайся он зарядится сам до минус не трогает так давай-ка сделаем так все можно отпускать а ты зимой заряжал вообще уносил его домой ну я не выходил так катался сделал были попытки по снегу прокатиться вышел 10 может пару растопку ну зря на ну не зимой надо заряжать обязательно заносить домой да 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 на попробуем короче ты крутил пока он еще крутился и как он были такие чуть-чуть схватывал да то есть вообще да сейчас все мы посмотрим как он вообще зарядка идет у тебя там а слушай а сколько-то за два дня за этих проехал вообще километров немного но делим 10 как блин не должен был зарядиться тогда слушай на когда ехала он как бы не стремился заглохнуть то есть все нормально да но это аккумулятор тогда видео оно просто фары горели а и то есть и после этого он уже такой а ну разводил просто возможно надо менять аккумулятор будет почему да не не китайский подешевле у меня китайского нормально стадо но я вообще сейчас да во всем чё-то чё нашел дома слушай ну зарядка небольшая но идет как бы я думаю все порядке просто возможно аккумулятор сам все помер покатайся посмотри как он себя пути а зарядка есть нормально блин нету его бы зарядить зарядка нормальный у друзей там нет ни у кого насколько она но они тысячи три будут стоить четыре нормальные мото разве но они как бы есть универсальная они есть универсальна там от ампер зависит я сам я не помню только цифры но примерно должно быть одна десятая от емкости короче просто покатайся больше вот такой ерундой не занимайся а если уж будет в гараже там после пары ночей на фигово заводится все хана кума то да ну да сейчас лучше сразу поехать на нем да ну если заглохнешь просто к автомобилистам там докопайся у половины есть провода да не за что мне все равно делать нечего был нормально нормально да новый новый шлем да ну слушай пока он до единственное внутренние чуть-чуть искажает как бы как будто очки одел вот самый блин а потом ну не знаю это не это как как поняшу нет то есть вот в ушах именно в ушах звук знаешь почему-то шум то есть ответ на угол так это нормально нормально конечно потому что я такой тип упас типчик говорит он говорит я поменял этот тип механизм и тип у него лучше слушай может того может зазор здесь уменьшится может может да но вообще гулу у всех шлемов есть даже на скорости вот 8 да 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 зависит от ветровика еще ну что чуваки перебудили мы наверно половину жителей дома вот но проблему решили просто аккум подсел видите человек постоял 15 минут со включенной аварийкой и аккум подсел ну как бы такого быть конечно не должно то есть 15 минут любой мотоакум должен вывозить изи это значит скорее ну и плюс он до этого катался на нем 30 километров вчера то есть аккум должен был зарядиться вот у меня подозрение что просто аккум мертвый ну помирает как сказать да скоро помрет кстати по поводу прикуривания вот так просто по моему опыту просто многие люди боятся прикуривать там мотоцикл от мотоцикла мотоцикл от машины машину от мотоцикла вот по своему опыту я делал все из этого как бы в том числе машины от мотоцикла от своего прикуривал все всегда было нормально как бы в принципе 12 вольт они есть 12 вольт да ничего там сгореть не должно как бы но кстати вот я еду сейчас да я офигеваю от того какие грязные дороги в королеве по сравнению с москвой все-таки блин поливалки нужная вещь но как бы ну в разумных количествах и действительно ситуация когда они нужны а не поливать дороге 5 раз в день летом когда и так они чистое